Вы говорите о замужних женщинах и семейных отношениях, но есть так много одиноких женщин. Получается, что у них нет смысла жизни? Почему нет? Женщина соткана из любви. А если женщина одна осталась, значит она должна тренироваться любить. На ком она тренируется? Тренируется на соседях, тренируется на кошках, жучках, внучках, тренируется на родственниках, тренируется на друзьях, подружках имеется ввиду. Она всех любит, женщина всех должна любить. Она должна отдавать себя всем. Пирожки можно не только мужу печь, можно по-женски вести себя со всеми, надо тренироваться. Женщина осталась одна. Да это не женщина осталась одна, а статуя. Если женщина, любая, с любым видом лица, с любым строением тела, я вам говорю серьезно вполне, начинает вести себя как женщина и начинает вырабатывать в себе энергию любви все больше и больше, больше и больше, больше и больше отдавать любовь. Чем больше отдает, тем больше у ней появляется. То в результате знаете, что получается? Очередь выстраивается мужиков. Даже в Риге. И она выбирает, этот женатый не подходит, этот пьяница не подходит, этот духовной практикой не занимается, не подходит. Она будет еще выбирать. Так должно быть. Женщина всегда должна выбирать еще. Не то, что там попался какой-то, ну хоть, слава Богу, хоть какой-то попался. Нет! Должно быть так, что она выбирает, понимаете? А для этого надо просто стать женщиной. В этом вся проблема. Вы не знаете проблему, дорогие мои. Поэтому вы так вопрос мне задаете. Если красивую розу посадить на улице, красивую, сколько она там прорастет? Растет. Минут двадцати ее уже не будет посреди дороги. Так? Кто-то возьмет себе. А если дрянь какую-нибудь положить на дороге? Все будут обходить. А любовь, а любовь прошла стороной, никогда не проходит. Есть закономерности в этом во всем. Если женщина перестала быть скупой в любви, это значит, что она станет счастливой в любви. Таков закон. Женщина рождается женщиной только по одной причине, что она очень скупа в любви. Весь эгоизм женщины направлен с детства на то, чтобы получать любовь. Поэтому она всем рисуется. Она говорит, подарите мне любовь. Ну а вы? А вы? Я посмотрите, а какая? Ну, подарите мне любовь. Этому женщина рисуется всем. Она хочет, чтобы ей дарили любовь. Скупость в отношениях любви, жадность в отношениях любви. С этим рождается женщина. Но цель женской жизни заключается в том, чтобы любовь сделать чистой. Означает ее отдавать. И она начнет сразу продуцироваться внутри. Вот и все. Учитесь понимать, что является любовью, а что подменой. Например, просто я вам как бы для примера. Например, заставлять мужа говорить с собой ласково – это не любовь, а подмена. А ласково говорить с мужем так, чтобы у него голос поменялся – это любовь. Заставлять мужа нежно вести себя с собой и ухаживать за собой – это подмена, а не любовь. А так вести себя с мужем, чтобы он начал ухаживать – это любовь. Просить мужа, чтобы он тебе что-то купил – это подмена, а не любовь. Это жадность. А так себя вести, чтобы у мужа сердце требовало купить, а жена говорила – да не надо, не надо это покупать, у меня хватает. Это любовь. Понимаете, о чем я говорю или нет? И если вы настроитесь таким образом и победите себя в своем женском теле, победите свою скупость в любви, то сразу же и внешняя, и внутренняя красота начнет вылазить наружу. Любое лицо расцветает, у женщины расцветает с любым лицом. Не надо делать себе пластические операции, глаза менять, нос, груди, губы менять. Не надо ничего менять. Все будет красиво и само. И эта красота будет неожиданной для вас. Каждая женщина имеет красоту, она заложена уже самим рождением женским. Надо просто найти себя как женщину, и сразу ваша красота, она выйдет и начнет очень активно развиваться в вашей жизни. И это не только с мужчинами даст отношения, это даст отношения со всеми людьми. Женщина – это человек отношений. Женщина – это та, в которой отношения очень развиты. Надо просто стать женщиной для этого, понимаете? Женщина означает, все любят, не только муж, все любят. Это означает женщина. Если вас все уже полюбили, а мужика еще нет, значит Бог ищет вам получше. Не волнуйтесь, скоро найдет. Спасибо.